всем здравствуйте добро пожаловать на мой канал сегодня буду дорабатывать свадебное платье и мне нужно сделать вытачки в области груди платье состоит из кружевной ткани и есть некоторые нюансы сегодня хочу поделиться своими секретиками кому интересно оставайтесь со мной поехали хочу вам показать нюанс снова пройдемся по нюансам это работа с кружевом в данный момент свадебное платье и вот мне нужно сделать дополнительную вытачку уменьшить объем объем значит что я смотрите открыла кружева это было сплошное полотно значит я мысленно вот здесь вот вытачка должна быть мысленно провела линию и посмотрела как лучше открыть какой линии лучше обрезать чтобы затем восстановить кружево и чтобы не ломался print картинка вот таким образом я открыла видите я обрезала только кружево нижний фатин я не трогала теперь я по подкладке и поэтому фатину сделаю небольшую вытачку потому что мне нужно уменьшить вот объем под мышкой немножечко немножечко вот таким образом я это исполняю с внутренней стороны убираю крепление подушки сейчас я заколю чтобы она мне не мешала а затем выведу линию вытачки вот смотрите я отметила раствор вытачки так называемые очень незначительная величина но нужно это сделать потому что здесь образовывается пустота у девушки ее нужно убрать итак теперь я наметаю и лишь заколуб булавочками и прострочу не захватывая верхнюю часть кружева вот таким образом сложила пополам начинаю буквально с миллиметрик а захватывая ткань и увеличиваю дохожу до конца делаю закрепочку вот смотрите что получилось вот так получилось теперь на утюжок нужно заутюжить приутюжить и затем уже работа реставрации кружева выложила на мою помощницу подушечку вот так вот там вы . просматривается все заложила закладываю кружево эти уже практически ничего не видно и приутюживаю вот так вторая сторона таким же образом и затем идет только ручная работа руками буду подшивать кружевца и ставить как говорится на свое новое место и так подшивочка подшивочка решила вам показать принципе здесь ничего такого сложного нет вот она открыта а нам надо сделать наложить красивенько и закрыть то есть восстановить восстановить кружева очень будьте внимательны прежде чем резать сосредоточьтесь сконцентрируйтесь как лучше обрезать по какому рисунку провести свои ножницы потому что это очень важно ребята как вы отрежете как вы раскроете и так подшивочка обычная нитка обычная иголка можно приметать по краю среза я не приметываю я сразу подшиваю небольшими стежочками очень мелко очень мелко иду вообще ничего сложного здесь нет здесь главное правильно отрезать открыть можно даже не приметывать край а можно двухсторонним двухсторонний паутиночка как говорится вот приклеить поставить на место на утюжильном столе вот так нужно проверить еще вот эти вот бусины видите отходят вот я их по ходу дела проверяю что отошло я потом пришью видите ничего не видно клиент может сказать тоже ничего не видно да невидимая работа что вы же ничего не сделали что такое мы покажем изнанку результат конечно должен показать правильно выполнена работа выполнена подгонка или нет как ни одна подписчица зрительница женщина записала он тоже она работает в этой сфере и значит такая щепетильная получилась клиентка вот видите этот кусочек обрезаю он мне нужен я его вот сюда поставлю закрою вот этот вот шов и она говорит вот попалась такая клиентка щепетильная значит немножечко убрать она захотела в длине я говорит ничего я не убирала она пришла забирать заказ снова померила и такая осталась довольная что вы типа переделали и все теперь отлично на самом деле она ничего не переделала что я могу сказать я такое конечно не делаю нужно убрать немножко я убираю вот так тоже бывает все осталось немножко видите как вот эти бусики замедляют работу нитка цепляется так вот я дошла до этого места видите и сейчас я вот так его закрою вот так будет вот таким образом можно ведь и закрывать вот какие-то погрешности в работе до какие-то швы когда мы работаем с фатином ну для этого нужно дополнительное кружево вот как раз здесь немножечко и можно было снять и поставить на другое место вот такая получилась латочка заплаточка нитка такая тонкая и норовит удрать с ушкой иголки все это сделано дальше идем заходим во внутреннюю сторону и нужно восстановить подушку здесь нужно еще подшить вот эту вот маленькую небольшую вытачку это будет на четверик нахожу место она немножечко сместилась конечно потому что вытачка убрала объем несколько стежков и подушка будет закреплена снова меня спрашивают за цены девочки присоединяются спасибо вам большое за подписки за комментарий за интерес но по ценам я как говорится не распространяюсь и значит было два вопроса два вопроса да сможете ли вы мне помочь я работаю дома лос-анджелеса по моему одна девушка работает другая где-то у нас здесь на севере уже не помню можете ли мне помочь сложить цену я работаю из дому я только начинаю и мне тяжело в общем-то понять стоимость моей работы я звонила в ателье интересовалась но мне не говорят цены ну во первых такое не может быть не могут не сказать цену вы можете позвонить в любой отелье спросить сколько стоит работа допустим там подрубить брюки юбку платье вам не могут не ответить вам должны ответить конечно весь приз курант они вам не будут говорить это понятно но потихонечку как говорится изо дня в день можно звонить и узнавать цены ничего здесь такого нет и я так думаю что в крупных городах не одна мастерская а несколько тем самым вы можете определиться именно по вашему региону я уже говорила что цены разные у меня вот девушка была кстати где-то месяца три назад я вот вам не осветила эту тему значит у них был значит они были приглашены на свадьбу вот у них одинаковые платья одна живет у нас в бисмарке другая в другом штате миссачусет не помню девочки вот но тот факт что они значит встретились у этой подруги которая живет другом штате значит выдались им эти платья и значит нужна была подгонка то пошла девушка в своем этом миссачусесе подгонять платье я была в шоке вот это моя девочка клиентка она ко мне уже не раз приходила на горит представляете сколько стоит подгонка я говорю сколько я была в шоке 800 долларов представляете это вообще я еще и перед 800 она говорит да и в общем она узнала эту цену говорит нет я лучше когда поеду домой вот пойду свою мастерскую и там сделаю сколько ее это платье обошлось где-то 200 долларов я по-моему взяла у нее с нее но это цены это вообще заоблачный поэтому все нужно смотреть относительно где вы проживаете если я вам скажу что джинсы у меня стоит 20 долларов подкоротить а у вас они будут стоить 40 или 50 я понимаю что вы работаете с дома значит цены должны быть уменьшены на порядок но это не факт что моя цена подойдет для вас понимаете и вы будете в убытке поэтому но как-то мне странно странно это все прочитывать помогите сценами вот и помогите вот звоните приходите узнавайте там где вы проживаете цены разные зарплаты разные у нас все зависит в каком штате вы живете и так все я подшила восстановила здесь вытачку здесь вот видите закрепила чтобы она нить и лимпалась туда-сюда так здесь тоже мне нужно сейчас подшить и все еще раз утюжечка пройтись или платье сдается так и бусики нужно еще пришить вот бусики 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 и толку платье готова ждет свою хозяйку смотрите какие объемы из-за таких объем у меня стала болеть правая рука уже долгое время девочки не знаю что с этой рукой то немножко утихает я использую вот красную свою лампу снова приступал вот такого роду заказом и снова она у меня болит или сухожилия или мышцы не знал в локте как-то отдает в общем проблемы а вот платье значит что я и как еще раз здесь подгоняла это длина была видите сколько много слоев верхние ткани фатина обработаны лентой пластиковой все все это я подгоняла здесь было два слоя лента и дальше идет подклад органза очень много 7 слоев 7 слоев было и все это нужно было подогнать по длине дальше по верхней части значит боковых швах убирала здесь вы видите да вот результат вот этих вытачек ничего не видно все шито закрыто шито крыто вот так видите ничего так бретель очки укорачивала но это легко это очень легко и по спинке не буду уже переворачивать его по спиночке тоже я вот таким же образом как вот эти вытачки уменьшала объем талии я думаю понятно и вам показала на правило вас как работать вот в таких случаях когда по основной ткани идет ткань кружевная и нужно как-то вот уменьшить по верхней части чтобы не делать насквозь строчку чтобы она была невидимой но работа должна быть сделана является девочки комментарии не забывайте поставить пальчик вверх и конечно же жду от вас большего количества подписок потому что подписано всего лишь 30 процентов смотрят как говорится оформив подписку а 70 процентов в общем то я считаю неуважительно относятся к каналу или же забывают подписаться в общем непонятно мне вот такие действия и так я заканчиваю всем хорошего и хороших дней впереди всем пока пока Продолжение следует... Продолжение следует...